ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Здравствуйте. Привет. Меня Марина зовут. Как у вас дела? Меня Владимир зовут. Хорошо. Вы из какого города, Марина? Санкт-Петербург. А, слушайте, классно. Вы матом не будете ругаться? Не знаю. То есть можете, да? Ну да, но не думала об этом. Нет, я почему спрашиваю? Всегда, когда из Санкт-Петербурга, это самые большие матершинники. Несмотря на то, что считается культурной столицей. Вы считаете себя жительницей культурной столицы? Вы себя считаете культурной или нет вообще? Я не поняла ваш вопрос. Считаете ли вы себя жительницей культурной столицы России? Коей называют Санкт-Петербург? Конечно. А вы себя считаете культурным человеком? Еще бы, конечно. А, я же не знал. Вы коренная прямо из Питера? Вы родились в Питере или нет? Да. То есть вы прям коренная-коренная. Я просто все пытаюсь выяснить, как скоро вы начнете матом ругаться. Ну, чтобы уже доказать, что вы коренная. Смотря что вы хотите доебаться. А, вот. Вот теперь я понял, что вы, да, из Санкт-Петербурга, все. А то я начал под сомнение ставить. Ну, ладно. Все, у меня есть к вам вопрос такого серьезного характера. Можно вам задать? Ну, попробуйте. Смотрите, в этом году у вас, как и в прошлом, впрочем, отменили бессмертный полк на 9 мая. Как вы думаете, почему? Потому что так решило мое правительство. Да, правительство решило. А почему оно так решило, как вы думаете? Оно вам не рассказало, почему оно так решило? У него было много поводов для этого. Ну, какие поводы? Можете несколько назвать? Очень много поводов было. Например, какие? Мое правительство, во главе которого стоит ваш любимый человек, мое правительство сделало очень правильно. То, что запретило вам шествие, правильно, бессмертного полка. Вы можете это говорить как угодно, но то, что делает мое правительство, это максимально правильно. Нет, я понимаю. А для чего оно это сделало, как вы думаете? Для комфорта. Для чего комфорта? Нашего общего. А вам будет более комфортно, если не будет чистывание памяти дедов, которые воевали? Вам более комфортно будет? Память дедов будет всегда. И в отличие от тех людей, которые это не соблюдают, вот у нас людей, которые это соблюдали, даже если в нашем каком-то моменте это запрещается, там где-то останавливается, но оно остаётся. И оно остаётся в душе. А почему? Почему? Почему запретили? Как вы думаете? По-моему, вы уже задаёте этот вопрос второй раз. А вы ни разу не ответили, прикиньте. А может вы просто не услышали ответы? Может я не расслышал, давайте ещё раз. А давайте вы сами себе зададите этот вопрос. Так я теряюсь в договоре. А, а сам себе? Ладно, давайте я сейчас задам. Вот как ты думаешь? Это я себе задаю вопрос. Почему в этом году, как и в прошлом, отменили бессмертный полк на 9 мая? А теперь я должен, ну, как бы ответить, да, на это вопрос? Ну, как вариант. Вот, смотрите. Ха, блин. Говно вопрос. Очень лёгкий ответ, смотрите. Легко отвечаю. Точнее, я себе отвечаю, но смотри. Значит, потому что если выйдут все с плакатами погибших родственников, там же не только, кто во Вторую мировую войну погиб, портреты несут. Там всех подряд, кого всякую чепуху несут. А если выйдут все, кто погиб вот сейчас в эту войну, российско-украинскую, то там шествия будут через города тянуться с утра до вечера. Вот поэтому и запретили, чтобы вам, отсталым, не мозолили глаза количество погибших, чтобы вы не поняли масштаб того, что вы натворили в мире. Ты понял теперь? Понял, я понял, всё. Вопросов больше нет. А теперь к вам. Вы поняли, нет? Вы согласны с ним, с мнением его или нет? Нет, конечно. Нет, а какая же ваша версия тогда? Давайте. Я не собираюсь с вами спорить. Я не собираюсь с вами спорить. Надо спорить. Скажите вашу версию, почему запретили его? Так должно быть. Я понял, а почему? Для чего запретили? Так должно быть. Я понял, что так должно быть, я понимаю. Надо об вас вытирать ноги. Надо вам не ставить в известность о своих действиях, о своих приказах. Вы рабы, вы должны сидеть и молчать. Я понял, что так должно быть. Но как вы думаете, почему так? То, что вы сейчас говорите, сказали, это вы говорите, либо потому, что вы записываете этот разговор, это видео, чтобы просто... Просто вы самоутверждаетесь. Вы прекрасно знаете, что вы неправы, вы прострали, вы проебали. Скажите, почему запретили? Почему? Потому что не я буду сейчас говорить, я некомпетентна, я не совсем трезва, я не совсем... Правильно, то есть вы... Ответ, короче, вы не знаете, правильно? Скажите честно, что вы не знаете, почему запретили. Я знаю, но я грамотно не могу это, понимаете, сказать... Расскажите своими словами, я проникнусь и пойму, честное слово. Ну, говорю это уже своими словами, потому что так надо, блядь. Ну, так надо, это же не причин. Это же не причин. Кому так надо, и кому так надо, и почему так надо. Для чего так надо? Ну, вы тупой, значит, но вы поймёте скоро, кому так надо. А для чего? Для чего это так надо? Для чего? Для всех. Для здоровья. А, для вашего... То есть у вас будет лучше здоровье, если вы не пойдёте честовать шествием своих дедов на 9-е. Правильно я понял? Для морального здоровья. А, ваша мораль будет себя лучше чувствовать, если вы не увидите дедушек на палочках в этом году, да? А заодно их внуков, которые десятки тысяч будут в каждом городе крупном. Да? Да, вообще это будет, в принципе, лучше. Вообще так решено нашим правительством, и так будет хорошо. А почему так будет хорошо? В связи с чем это будет хорошо? Совсем. Нам в априори всё, что делает наше правительство, нам будет хорошо. А, то есть вы заранее согласны со всем, что делает ваша власть, правильно? Конечно! Я прекрасно себя чувствую. Я другого... От рабов я другого ответа и не ожидал. От холопов, рабов и крепостных другого ответа и не может быть. Но вы хамло, согласна. Почему я хамло? Ну, чего вы меня оскорбляете? Я же вас не оскорблял. Но вы сказали, что... Как там? Рабов. Холопов. Я сказал рабов, холопов и крепостных. Вот так вот. Ну, это оскорбление, это хамство. Так, в чём хамство, если вы... Смотрите, вы сказали, я согласен со всем, что делает моя власть. То есть вне зависимости, правильно она делает или нет, я с ней согласна. А почему? Потому что вы ничего не можете... А вы знаете, кто такие холопы, блядь? Да, знаю, вот вы. Ваш народ это холопы, рабы и крепостные. Ну, выберите одно из трёх. Это те, которые соглашаются с тем, что им не нравится, но им приходится соглашаться. А у нас всё хорошо. Вы извините, конечно, но у нас всё в порядке. Я же не сказал, что у вас не в порядке. У вас всё в порядке, только с головой у вас не в порядке. Понимаете? И так, куда ты? И с нравственностью, с моралью у вас не в порядке. Про экономику, про ваше житие, твое. Я вообще молчу. У вас на самом деле всё не в порядке. Но самое страшное, то, что у вас не в порядке, да бог с ним. Боритесь в своём непорядке сколько хотите. У вас не в порядке с осознанием своей ущербности, с нежеланием осознания своей агрессивности. Вот с чем у вас не в порядке. Вот такие дела, друзья. Ладно, слушайте. Она хоть немного ругалась. Ну, ругалась, конечно, понятно. Это же Питер. Но не так много, как-то она, наверное, не очень типичная из Питера. Мне кажется, она всё-таки понаехала. Потому что мата что-то маловато. Ну, ладно, сколько было, столько было. Ну, а что? А мы за это, друзья, не забываем проверять подписку. И всё-всё-всё. Лайк, коммент, распространять и так далее. И Ачаков ТВ1. Не забываем подписывать. Там тоже выходят новые ролики. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!